Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – борьба профсоюзов за улучшение условий труда. Ведет занятие кандидат медицинских наук Дегтярёв Денис Борисович. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодняшнее наше занятие посвящено вопросам борьбы профсоюзов за улучшение условий труда. Что такое условия труда? Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ, условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влияние на здоровье работника и на его трудоспособность. Таким образом, уже в самом определении заложено то, что улучшение условий труда относится к коренным интересам работника. Так как ему необходимо здоровье, здоровье является ценностью для любого человека. Как говорил Антон Валович Чехов, здоровье – это свобода. И сохранение трудоспособности, так как в условиях капитализма, когда труд носит наёмный характер, продажа своей рабочей силы является единственным источником получения жизненных средств для работника. Соответственно, утрата трудоспособности – это утрата возможностей кормить и себя, и свою семью. Система социального страхования, к сожалению, обеспечивает только минимум физического выживания для человека. Ни о каком, естественно, содержании своей семьи для работника в этом случае уже речи идти не может. Профсоюзы, в свою очередь, как организации работников, которые призваны защищать их интересы, должны отставить в том числе и право работников на безопасные условия труда, соответствующие гигиеническим требованиям. Таким образом, задача борьбы за улучшение условий труда должна быть одной из основных задач профсоюзов наряду с другой не менее важной задачей – это борьба за повышение заработной платы, доведение до стоимости товара рабочей силы. Как обстоит дело с условиями труда в Российской Федерации? Ситуация неблагополучная. Каждый год Роструд докладывает об увеличении количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. Рост не очень большой, на десятый процент в год. В 2013 году количество этих рабочих мест опять выросло и составило 32,2%. Это в целом по экономике. В некоторых отраслях промышленности количество рабочих мест с вредными и опасными условиями превышает половину. А при добыче угля разных видов – это 78%. Это огромные цифры. К чему приводит работа во вредных и опасных условиях труда? Приводит она к ухудшению состояния здоровья работника. Это опять-таки вытекает из самого определения этих вредных условий. Если работа производится в условиях третьего, а тем более четвертого класса опасности, то практически гарантированно работник получит какое-то профессиональное заболевание. Если это четвертый класс, то это может быть увечья или смерть. По официальным данным, в 2013 году в России погибло от несчастных случаев на производстве более 2700 человек. В то же время есть оценочные данные Министерства социального развития, которые она приводила в 2007 году, в концепции развития, в концепции улучшения условий труда, в том числе и проведения аттестации. И Международная организация труда приводит совершенно другие цифры. Порядка 15 тысяч человек погибает от несчастных случаев на производстве и от непосредственного воздействия вредных факторов на производстве. В России? Да, в России. Во всем мире от профессиональных заболеваний, от травм, полученных на производстве, погибает 2,3 миллиона человек ежегодно. Но влияние вредных и опасных условий труда простирается за пределы рабочего места, за пределы рабочего времени. Человек, работая в опасных условиях, тем более если это сочетается с низким уровнем заработной платы, он начинает пренебрегать этой опасностью. Он пренебрегает собственным здоровьем. И это сказывается на других областях его жизни. Кроме того, такая работа, а еще надо заметить, что эта работа, как правило, напряженная, она связанная и с психологическим напряжением, и с медическим напряжением, приводит к тому, что стресс снимается с помощью курения, алкоголя. Тем самым состояние здоровья работника еще более ухудшается. Таким образом, в России борьба за улучшение условий труда актуальна, как никогда и, наверное, в Европе точно. Потому что, если мы возьмем европейские страны, то там количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда составляет порядка 5-8% всего. 5-8%. И постоянно идет работа, в том числе и с участием профсоюзных организаций, над тем, чтобы количество этих мест уменьшалось. У нас тоже была разработана концепция, согласно которой к текущему году количество рабочих мест с вредными условиями труда должно было снизиться до 20%. А до 20-му году, если я не ошибаюсь, мы должны были выйти уже на европейский уровень. Но мы видим тенденцию совершенно противоположную. И одной из причин этой тенденции является то, что профсоюзы недостаточно активно участвуют в этой борьбе. Недостаточно активно себя проявляют в борьбе за условия труда. К этому присоединяется еще тот факт, что меньше половины работников сейчас в современной России охвачено профсоюзным движением. А те профсоюзы, в которых состоят работники, они далеки от совершенства, их нельзя назвать боевыми профсоюзами. Это, как правило, так называемые голубые ФНПРовские профсоюзы, которые идут на поводу у работодателя. И только в исключительных случаях, когда условия труда и степень опасности чрезмерно велика, действуют как-то в интересах работников. Да, есть официальная статистика того, что профсоюзы участвуют в основном в соблюдении правил охраны труда. Но и отчасти, конечно, в борьбе за улучшение условий труда. Ну, так, например, в 2013 году Технической инспекцией труда профсоюзов и уполномоченными было выдано 1,3 тысячи предписаний на прекращение работ. В том числе 1,2 тысячи, связанных с остановкой станков, механизмов, машин и так далее. Если мы сравним эти цифры с количеством погибших на производстве, мы увидим, что погибших значительно больше. А в случае с тяжелыми последствиями было 9 тысяч в прошлом году. Соответственно, если бы профсоюзы были более активны, активнее заявляли бы о неблагоприятных условиях труда, эта статистика могла быть иной. Работодатели активно борются с профсоюзами, причем мы знаем случаи, когда распускаются даже ФНПРовские профсоюзы на предприятиях, в организациях. Так как даже такие слабенькие профсоюзные организации, как представители коллектива, представляют угрозу для работодателей. Потому что для работодателей улучшение условий труда прежде всего означает затраты. Прежде всего нужно потратить деньги на то, чтобы поставить новое оборудование, отремонтировать помещение, заделать щель или поменять окна. Наладить нормальное освещение, наладить вытяжку, чтобы убирать вредные вещества с рабочей зоны. Поставить автоматизированные станки, которые бы уменьшали контакт работников с теми вредными материалами труда, с которыми они трудятся. Все это требует затрат. Если можно это не делать, они это делать не будут. И не делают, собственно говоря. Затраты на средства индивидуальной защиты, на различные компенсации на сегодняшний момент невысоки. Опять-таки в 2013 году в среднем работодателями на одного работника было потрачено меньше 8 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты, спецодежду и так далее. И на всевозможные компенсации. Порядка 8 тысяч рублей всего-навсего. В год? В год. Это было на 100 рублей больше, чем в 2012 году. Для сравнения, только на средства индивидуальной защиты, на спецодежду, в Германии работодатели тратят порядка 500-800 евро. Это при том, что у них количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в разы меньше, чем у нас. В настоящее время идет внедрение системы специальной оценки условий труда взамен потерпевшей фиасто полной аттестации рабочих мест, которая предлагает упрощенную схему проведения идентификации и последующей оценки вредных факторов на рабочем месте. Но если мы посмотрим на те темпы, которые предлагает, опять-таки, Министерство труда. Первые годы введения СОУТа, это 2014 год, 600 тысяч мест должно быть проведена оценка. Следующий год порядка 800 и дальше, по-моему, полтора миллиона рабочих мест. Этого явно недостаточно. Ведь уже сейчас известно, что в России 3 миллиона 750 тысяч мест, которые относятся к четвертому классу опасности. Эти места вообще подлежать ликвидации, закрыть на них работать нельзя. Но люди работают. И перспектив пока, так сказать, со стороны государства на замену этих рабочих мест на высокотехнологичные нет. И в борьбе за замену этих мест на высокотехнологичные также должны принимать участие профсоюзы, безусловно. Но специальная оценка условий труда позволяет участвовать представителям профсоюза, представителям первичной профсоюзной организации в проведении этой оценки. Таков закон о специальной оценке труда. Кроме того, и заявлять, выступать с предложением о проведении этой оценки, также могут представители профсоюзной организации. От работодателя в комиссию по проведению специальной оценки будет входить сам представитель работодателя и представители службы охраны труда. Хотя есть примеры, когда инженеры по охране труда выступают на стороне работников, понимая, что ответственность велика и цена жизни человека. Второе важное изменение, которое произошло уже в этом году, это то, что вышло постановление правительства РФ о типовом положении по комитете комиссии по охране труда на предприятии. В которые также могут входить и должны войти представители либо первичной профсоюзной организации, либо другого коллективного представителя работника. Более того, опять-таки, профсоюзные организации наделены правом инициативы создания таких комитетов и комиссий. Вопрос о борьбе профсоюзов за улучшение условий труда рассматривался и на предыдущей сессии, то есть на весенней сессии российского комитета рабочих и на осенней сессии, которая прошла в октябре 2014 года. В том числе, затрагивались вот эти аспекты создания комитета или комиссии по охране труда. На сайте Фонда Рабочей Академии и на канале Ютьюба, на Ленру в том числе, можно ознакомиться с материалами осенней сессии российского комитета рабочих и с тем постановлением, которое было принято по данному вопросу. И одним из важных пунктов этого постановления была рекомендация по выдвижению инициативы со стороны первичной профсоюзной организации по созданию таких комитетов на своих предприятиях. Эти комитеты должны стать такими штабами борьбы за улучшение условий труда. В то же время необходимо участие не только профсоюзных активистов, но и всех работников предприятия в борьбу за улучшение условий труда. Примером такой борьбы может являться наши ближайшие соседи, это Финляндия, где система профсоюзного контроля за соблюдением условий труда, за соблюдением правил охраны труда поставлена очень четко. Ведется персонифицированный учет вредных и опасных факторов, разработана система оценки рисков возникновения ущерба для здоровья, для каждого работника на каждом рабочем месте. Ведется это все каталогизировано и ведется систематический учет вот этих данных. И каждый работник, он участвует в этом процессе. И здесь мы должны тоже взять на вооружение вот эту методику каждому. А задача профсоюзных лидеров, руководителей первичных ячейк донести до сознания каждого работника, что если они не будут участвовать в этой борьбе, то пользы никакой от этого не будет. И мы знаем, что работодатель препятствует работе технических инспекторов и общественных уполномоченных, профсоюзных уполномоченных по охране труда. и доходит вплоть до их увольнения с работы. Об этом опять-таки на российском тете рабочих очень красочно рассказывал товарищ Маленцов, как это все происходило на Ленинградском металлическом заводе. Поэтому без поддержки коллектива, без участия каждого члена коллектива в борьбу за улучшение условий труда сдвинуть эту проблему с мертвой точки не получится. Не получится. Для того, чтобы борьба за улучшение условий труда действительно приобрела такой массовый характер, необходимо, чтобы каждый на своем рабочем месте оценил наличие этих вредных факторов. Эти данные должны быть собраны и переданы общественному полномоченным по охране труда. На основании этих данных необходимо составить программу по улучшению условий труда. и эту программу необходимо согласовать с работодателем и оформить либо в виде приложения коллективного договора, если таковы их договоры уже действуют, либо включить вновь заключаемый или перезаключаемый коллективный договор. И здесь надо понимать, что со стороны работодателя конечно будет сопротивление, потому что любое улучшение условий труда потребует от него затраты. Поэтому как за любой пункт прогрессивного коллективного договора за него придется бороться. Сейчас на сегодняшний день борьба за улучшение условий труда не стала еще приоритетной задачей профсоюзом. Но она должна ею стать. Спасибо. Переходим к вопросам. Пожалуйста, какие вопросы? Первый. В конце 80-х годов на пересрочной вовне в печати появились такие цифры, что у рабочего средняя продажа жизни на 20 с лишним лет меньше, чем у инженерно-технического работы. Могли бы вы прокомментировать? Какие-то подтверждения есть? И сейчас такие исследования проводились? Благодарю за вопрос. В настоящее время вот такой дифференцированной статистики по профессии я не встретил. Но в целом надо отметить, что смертность среди людей трудоспособного возраста в России значительно выше, чем в Европе. И если мы посмотрим на статистику несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями и летальных случаев, то, конечно, там в основном не инженерно-технический персонал, тем более не управленцы. Это рабочие, которые непосредственно работают с машинами, механизмами, настройки и так далее. То же самое касается профессиональных заболеваний. Большая часть профессиональных заболеваний регистрируется среди работников добывающей и обрабатывающей промышленности. И там, где большее количество вредных рабочих мест, естественно, что значительная доля этих заболевших и вышедших на инвалидность являются рабочими. Спасибо. Пожалуйста. Минь, Дорисович, есть ли какие-то данные о росте травматизма и размерах травматизма, о качестве условий труда и условиях труда в связи с размерами производства, то есть крупно-мелко, это вопрос о прогрессивности и герсивности крупно-мелко производства. Очень хороший вопрос. Действительно, травматизм связан с размерами производства, с одной стороны. Казалось бы, мелкое производство должно давать меньшие цифры, то есть там все компактно, все под рукой, все очень аккуратно, но статистика, официальная статистика Ростата свидетельствует о том, что на мелких и средних предприятиях уровень травматизма и уровень смертности значительно выше. Если говорить о смертности, то он в два раза выше, чем на крупных предприятиях. А в некоторых отраслях, которые, казалось бы, и не связаны с таким повышенным травматизмом, это здравоохранение, это фармакопея, это услуги, связанные с недвижимостью, смертность превышает четыре раза. Аналогичные отрасли в крупных предприятиях. Здесь надо отметить еще один фактор, немаловажный. Уровень травматизма и количества смертельных случаев связанных в том числе и с экономической активностью. Чем больше производится, тем больше травматизм. Это четко совершенно видно по тем предприятиям, на которых отмечается подъем, допустим, с получения какого-то крупного заказа. Сразу там повышается уровень травматизма. В тех регионах, или там предприятия, по регионам, это больше даже видно, по регионам, там, где экономического роста нет, там уровень травматизма меньше. Если говорить в целом о статистике, то из года в год нам дают цифры, что травматизм уменьшается. В то же время и сам Роструд признает, что сокращается количество занятых на производстве. И с этим связано отчасти снижение количества смертельных случаев и количества тяжелых травм. Еще все-таки травматизм в мелких предприятиях гораздо выше. выше. Что говорит о регрессивности мелкого хозяйства? Это говорит о том, что работники мелких предприятий не защищены, потому что вся система охраны труда была разработана для крупных промышленных предприятий. На мелком предприятии нет своих инспекторов охраны труда и работники беззащитны перед своим работодателем. Они будут работать без всяких средств защиты по 12 часов в тяжелых условиях, потому что за ними стоит очередь желающих устроиться на это место. еще вопрос? Пожалуйста. Я так думаю, подозреваю, что обычно чаще всего наверняка сдельная оплата труда тоже может спровоцировать наверняка травматизм. Спасибо. Вопрос понятен. Да, понятен. Старые токари говорили сделка деталь губит. раздельная работа приводит к тому, что ухудшается качество выпускаемой продукции. Я думаю, что это можно отнести и к травматизму. Естественно, что стремясь сделать за короткий период как можно больше деталей, сокращаются какие-то операции, связанные с не остановил станок, чтобы сместить стружку и так далее. Естественно, что это все приводит к повышению травматизма. И здесь мы выходим еще на один аспект. Он не связан не столько с условиями труда, сколько с охраной труда. И в охране труда тема сформулирована более узко. Профсоюзы естественно должны участвовать не только в улучшении борьбы за улучшение условий труда, но и из-за соблюдения техники безопасности, то есть за охраной труда следить. И здесь нужно не только с работодательным работой, но и с работниками, чтобы они соблюдали технику безопасности и пользовались средствами индивидуальной защиты. К сожалению, пренебрежение этим тоже широко распространено. Еще есть вопрос. Последний. Непоним. Вот вы немножко так индивидуительно об аттестации рабочих мест отозвались. Вот они не работают. нынешняя система, она все-таки предпосительная аттестация рабочих мест? Я вот не очень понял просто из вашей лекции, вы очень внимательно слушали. Благодарю за вопрос. Иван Михайлович, значит, пренебрежение относилось не к самой системе аттестации рабочих мест, которая, в общем-то, если бы проводилась в том объеме, в котором она была запланирована, она должна была уже завершиться и охватить все рабочие места. и сама система более прогрессивна по сравнению со специальной оценкой труда, которая введена сейчас. Дело в том, что специальная оценка условий труда, она предусматривает возможность так называемого декларирования. То есть, работодатель может продекларировать, что его рабочие места соответствуют ледническим требованиям. И в этом случае дальнейшее никакое измерение этих порядных факторов не проводится. И мы говорили о том, что на малых предприятиях больше уровень травматизма, но в то же время вот это декларирование условий труда, оно подается как преимущество, как облегчение времени для малых и средних предприятий. Вот таким образом. но в то же время специальная оценка труда благодаря тому, что там в ней могут участвовать представители профсоюзов, она несет и прогрессивное. А в аттестации не могли участвовать? В аттестации тоже могли, но не участвовали. Еще вопросы есть? Нет, участвуют. Участвуют? Нет вопросов тогда. Спасибо, Георгий Борисович. Переходим к поступлениям. Кто желает выступить в деклар? Да, да. Пожалуйста. Хочу благодарить сначала Дмитрий Борисович за лекцию познавательную. Все время занимаюсь этим вопросом, довольно-таки профессионально, силу и специфика своей работы. я не случайно задал вопрос о статистике травматизма в мелком и крупном предприятии. Как мы знаем из трудов наших классиков политэкономии. В принципе, и это закон. Чем меньше производство, тем уровень травматизма больше, и охрана труда хуже, так как на малом предприятии при малой капитализации, можно сказать, сегодня мы назовем бизнес или производство, вложение в ту же охрану труда значительно ниже, чем в крупном предприятии. что говорит о ее регрессивности, что мы можем говорить о какой-то охране труда, если на малом предприятии, соответственно, нет ни инженера по охране труда, нет средства на плановое обновление тех же индивидуальных средств защиты и пассивной безопасности производства, об улучшении модернизации производства. При этом наша буржуазия в лице Дмитрия Анатольевича Медведева хвастается, что у нас большинство людей, скоро будет самозанятыми, то есть будут кустарями, то есть еще дальше нас толкает 19 век. Разговаривая с людьми и говоря о мелком среднем предприятии, который так сейчас хорошо рекламирует, поддерживает малый бизнес, что можно сказать вот допустим о монополиях, такие как сегодня люди работают на крайнем сфере, казалось бы, на добыче нефти и газа. Это компания Лукойл, Газпром, Роснефть. Допустим, если люди даже едут сегодня очень многие на вахту, допустим, в Лукойл, это вот есть в Ранды, огромный поселок нефтеприливной сегодня, бывший, такой маленький, маленький на берегу Баренцевого моря, так вот, там люди работают, рассказывают, условия труда настолько хороша, что даже если нужно в вагончике вернуть лампочку, приходит человек электрик, специализм, и ворачивает эту лампочку, казалось бы, что в этом сложно для врача, но нет, есть четкое разделение труда, аварийность при этом на производстве, травматизм чрезвычайно низкий, что говорит о, казалось бы, таких уже монополиях, и там вложение в охрану труда, и в средства индивидуальной защиты, и в охрану производства гораздо выше, чем мы будем смотреть по мелким предприятиям, ну, говори, с чем же опять же это связано еще, что переплетается, где рабочий может отстаивать свои права, в том числе и по улучшению слоя труда, как мы можем себе представить коллектив из трех человек, которые будут приходить хозяин и что-то требовать, естественно, завтра уволит, наймет четыре человека, и опять мы возвращаемся к тому, что рабочему классу необходим выгодно бороться за укропнение предприятий, только на крупном фабрике, на крупном заводе, где коллектив вставляет не менее пятьсот человек, возможно, коллективная борьба за свои права, в том числе и за улучшение условий труда, за качество труда. А в мелком предприятии не то, что даже бессмысленно, но смехотворно и бесполезно. И никакого в этом прогресса не будет. Прогресс будет только там, когда будет крупная фабрика и завод. Соответственно, и есть возможность бороться за свои права. И сегодня, если мы сравним даже начало двадцатого, конец девятнадцатого века, это фабрично-заводские комитеты, фабричные комиссии, у них прав было, и в них входили рабочие, реально влияли больше, чем на сегодняшних предприятиях, я уже не говорю на крупных заводах, которых практически гораздо меньше, чем тогда было, наверное, в общественной области. А на малых предприятиях, по своему мнению, четко знаю, по мнению других людей, нет даже и разговора о борьбе за свои права. То, что вам хозяин предоставит, в лучшем случае, из его сознательности, вы знаете, хозяин никогда не будет добровольно расставаться со своими деньгами. То есть, опять мы возвращаемся к тому, что только крупное производство прогрессивно и может быть только для рабочего быть в этом случае прогрессом по отношению с мелким хозяйством и реально усложит и условия его труда и все остальные параметры. Спасибо. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Я, прежде всего, хочу присоединиться к высокой оценке того доклада, который сделал Денис Борисович. Но и хочу сказать, что мы должны его оценить этот доклад несколько выше, чем доклад по каким-то экономическим вопросам, хозяйственным и, так сказать, вопросам нужд трудящихся. Потому что это на самом деле вопрос самый важный, самый крупный и самый политический. Хочу процитировать Ленина, который в Великом почине говорит, что Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью и велеречивостью великой хартии вольности и прав человека над этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала. Маркс противопоставляет всем этим пышным декларациям прав простую будничную постановку вопроса пролетариатам государственное сокращение рабочего дня. Ленин продолжает дальше, говорит, что коммунизм, что формула настоящего коммунизма сводится к условиям труда. Поменьше был там дней о свободе равенстве братства и народовласти сознательный рабочий крестьянин наших дней в этих надутых фразах различает жульничество буржуазного интеллигента. То есть Ленин сформулировал так, что вопрос об улучшении условий труда рабочих это вопрос о сути коммунизма и о коммунизме. Почему? Потому что главная задача коммунистов, главная задача рабочего класса ликвидировать классы, уничтожить классы. Что нужно для уничтожения классов? Никаким повышением зарплаты никак невозможно уничтожить классы. Даже если каждый рабочий будет получать миллион, будет вот так вот жить, еще будет за этот миллион добавок рвать, себе имитать и будет скорее умирать и никакого движения к уничтожению классов не будет. Почему? Потому что уничтожение классов предполагает уничтожение порабощающего человека разделения труда. Труда какого? Труда физического, который вредный, опасный и совершенно понятно, что мы, конечно, как люди умственного труда с Александром Сергеевичем, с Иваном Михайловичем, можем, конечно, упасть около трибуну, с которой мы выступаем, но, в общем-то, все-таки до смертных случаев это никогда не доводилось. Я думаю, что все понимают, что все то, что относится к вредному, опасному труду, тем условиям, которые считаются монотонными, которые не развивают человека, которые не делают труд самоосуществлением индивида, как писал Маркс, труд должен стать самоосуществлением индивида, свободной игрой физических и интеллектуальных сил, вот этим свойством пока труд в современном производстве не обладает. Более того, вы можете сделать социалистическую революцию политическую, и после нее условия труда сначала даже не улучшатся, а ухудшатся. Ну, потому что, как всегда, после революции разруха, налаживать надо крупное производство, и это всегда приводит к известному падению производительных сил. Вы можете построить социализм, то есть низшую фазу коммунизма. Но вся низшая фаза коммунизма характеризуется тем, что продолжается разделение на людей физического и умственного труда, и города, и деревни. Там в деревне то же самое, как на мелких предприятиях, очень много всякого травматизма. Еще и хуже бывает, там пьяные трактористы сваливаются неизвестно куда, травмы страшные и так далее. То есть, даже если мы будем брать весь период социализма, при том, что везде будут развиваться красные знамена, и мы победно будем говорить о том, что социализм построен, и мы двигаемся к полному коммунизму, а проблема улучшения условий труда будет оставаться, потому что надо изменить всю технику, надо прийти к тому, чтобы свободного времени было больше, чем рабочего, у каждого трудящегося, чтобы то, кем является человек, определялось не его рабочим, а его свободным временем, и чтобы, между прочим, люди умственного труда, как говорил Энгельс, не перелагали, не перекладывали свою долю производительного труда на плечи других. То есть, это сложнейшая задача, труднейшая задача, и я хочу сказать, что тот, кто этой задачи не понимает, не знает, кого она не интересует, он никакой не коммунист, и он никакой не политический деятель. Если человек в этом не разбирается, не хочет этим заниматься, он только изображает сам для себя или для других, что он политик. И вот я хочу в связи с этим в порядке самокрытия сказать, что я вижу мало членов рабочей партии России на этой лекции. Мало. А также вижу мало членов Российско-коммунистической рабочей партии на этой лекции, которые опять-таки относятся к центральному вопросу коммунизма и борьбы, центральному политическому вопросу. Вопрос об уничтожении классов и главной задачей диктатуры пролетариата, которая состоит в уничтожении классов. Я вижу мало представителей Ротфронта, который могучий должен быть и который всех объединяет вот в той борьбе, которая прежде всего должна вращаться вокруг улучшения условий труда рабочих, потому что интересы рабочего класса устойчивы, и при капитализме надо сражаться за улучшение условий труда. Если вы не научитесь бороться за них при капитализме, вы не сможете и бороться за них в переходный период, и на мелком, и на крупном. И в переходный период, и при социализме, чего мы тоже не видели вот этой самой такой борьбы снизу, активной и большой, а ждали, что вот, так сказать, партия будет решать, государство будет решать, люди, государственные чиновники и партийные чиновники живут в других условиях труда, у них другие экономические интересы, и об этом не надо забывать. Поэтому я вот думаю, что такого рода у нас лекции и такого рода доклад, он как раз показывает, кто настоящий политик, так сказать, кто настоящий коммунист, и кто на самом деле интересуется ключевыми вопросами коммунистического движения. Я хочу поэтому обратиться, учитывая, что наши лекции записываются, обратиться ко всем товарищам, которые хотят быть коммунистами, или думают, что они коммунисты, что если они хотят быть настоящими, действительными коммунистами, есть такое понятие у Гегеля, действительность, и все, что есть, то действительно, можно называться, но действительно не быть тем, что то есть. Хочу обратиться к ним с пожеланием и советом заниматься вот этим глубочайшим вопросом, поскольку этот вопрос Ленин считал, если он, по крайней мере, уважается этими товарищами коммунистами, уважал, уважается, считался центральным вопросом, что формула настоящего коммунизма сводится к улучшению условий труда рабочих. И второе, что я хочу сказать, у нас тоже здесь определенный труд и условия труда. Я хочу обратиться к слушателям, учитывая, что вот люди, которые здесь сюда приходят и читают лекцию, это, так сказать, как бы и бесплатный труд, разумеется, бесплатный, но труд тоже, хотя и не материально производительный. Я, как сидящий в рядах, наблюдаю, что некоторые опаздывают, как товарищ Самсоненко, и не первый раз, когда лекция записывается, и вы знаете, что она вывешивается, это тоже труд, труд надо записать, надо ее вывесить, и это большая работа, требующая большого времени. И вот мы видим, что там один шуршит, другому звонят, третий, так сказать, считает возможным еще что-то делать, ковыряться в своих сумках и так далее. Я хочу сказать, что это не уважение к труду. Я думаю, что мы, если люди, мы партия трудящихся, и мы коммунисты, мы должны уважать всех трудящихся и всякий труд. И поэтому я думаю, что дисциплина у нас должна быть лучше, чем, ну, по крайней мере, в буржуазном вузе. Вот мы работаем в буржуазном вузе. Я вот такого не наблюдаю, чтобы вот так вот себя вели студенты. Не наблюдаю. Вот. Я думаю, что это тоже надо иметь в виду. Некоторые наблюдают, но у них еще более буржуазный вуз. Может, мы направляем на ваших рядах? Спасибо. Давайте на заключительное слово тогда. Больше не вспомнили. Рук не было. Уважаемые товарищи, я благодарю за заданные вопросы. Они действительно помогли осветить некоторые аспекты, которые я в своей лекции, может быть, недостаточно раскрыл. И выступления очень содержательные товарища Кузнецова и кубок уважаемых Михаила Васильевича. И фактически Михаил Васильевич предварил мое заключительное слово то, что я собирался сказать в своем заключительном слове. но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Поэтому я хотел бы в заключении заострить ваше внимание на том аспекте, о котором сказал Михаил Васильевич. что борьба за улучшение условий труда она действительно переходит из капитализма в социализм. И это при капитализме это школа борьбы, в общем-то, это борьба за свои насущные интересы с одной стороны, но и школа политической борьбы. Потому что здесь мы боремся против фактически классовых интересов класса работодателей за свои классовые интересы. Но и при социализме как первой фазе коммунизма эта борьба должна безусловно продолжаться. И это позволит поддерживать достаточный уровень высокий уровень мобилизации рабочего класса. И тем самым отвести угрозу реставрации капитализма. Потому что если мы не боимся, нас побеждают. И вот под флагом борьбы за улучшение условий труда рабочий класс должен прийти к полному уничтожению классов и к полному коммунизму. Мы это поблагодарим. Как явление? Следующий четверг 20 ноября мы встречаемся в 19.00 точнее без петки минус часов в музее Нарвская застава по адресу улица Ивана Черных дом 23 это от метро Нарвская идти 10 минут пешком. Вот такие шпаргалочки кому нужно можете взять. Вы же раньше встречаемся в Нарвске. Те кто не знает как идти встречаемся в 18.30 на выходе метро Нарвская идем все вместе в музей. Кто самостоятельно добирается адрес улица Ивана Черных дом 23 Вот такие бумажки можете взять. Напоминаю да это непростой музей в этом здании летом 1917 года было проведено одно из заседаний Сьезда РСДРП большевиков на котором было принято решение о вооруженном восстании изгодом товарищ 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 так что там сохранилась и поддерживается экспозиция аут это первое объявление второе объявление поскольку что подготовка к плану занятий на следующий семестр я прошу присутствующим преподавателям обдумать вот там те вопросы которые были можно будет развить в следующем семестре сэмп просит дать короткую информацию по подготовке конференции посвященном родине Сталина говорите имя значит товарищи сообщение от оргкомитета значит оргвзнос на питание для участников конференции составляет 100 рублей значит уполномочен собирать взносы Степан Сергеевич Маленцов он сейчас в редакторской поэтому кто еще не внес просьба либо Маленцову либо сюда ну вносить потому что я ему спасибо и дам все до встречи через неделю сэмп